До нас здесь уже начинали свою деятельность какие-то строители. Оси были натянуты, ну, относительно, скажем, правильно. В принципе, объект так с виду, вроде, как и все остальные объекты. И за полутора сантиметров не хотелось бы сносить дом. Ребятки, всем привет! У нас выпуск сегодня с необычного объекта. В принципе, объект так с виду, вроде, как и все остальные объекты. Но есть определенные небольшие нюансы. Какие нюансы возникли именно на этом объекте, мы сейчас вам очень подробненько, красивенько расскажем. Но сейчас вы видите, какой у нас шикарный котлован здесь уже выкопан. Вынут грунт до нужной проектной отметки, для того, чтобы дальше можно было проводить уже дальнейшие строительные работы. Итак, чем же этот объект был такой необычный? Ну, ребятки, необычный объект в плане того, что, в принципе, до нас здесь уже начинали свою деятельность какие-то строители. Вот цикл момента попал. Какие, не знаю, что они здесь сделали, сейчас я расскажу. В общем, позвонил заказчик еще в прошлом году, попросил, то есть наш ролик увидел. В интернете попросил приехать на объект, посмотреть, как его строители строят дом. Ну, я такими вещами просто не занимаюсь. И учить чужих строителей, тем более делать им какие-то замечания, это не в моих правилах. Первый вопрос, который был, ребята, у вас же есть проект. Дайте, ну, возьмите проект, посмотрите, правильно ли они строят или нет. Я не помню, какой был ответ по поводу проекта. В итоге был задан вопрос еще там через, звонок был еще через пару дней. Заказчик меня спросил, приедем ли мы строить после кого-то. Я сказал, ну, если не все там так страшно, то есть, почему бы и нет, конечно же, приедем. Короче, приехали мы на этот объект. Что здесь было сделано? А что, получается, рабочих выгнали в предыдущих? Ну, их не выгнали, их, ну, просто отказались от их услуг, да, отказались от их услуг. Насколько я знаю, им даже заплатили за это, даже еще они что-то должны вернуть. Это уже не мои проблемы, не мои вопросы, я в это не лезу. Вопрос в том, мы приехали на объект. На объект, значит, был выкопан небольшой котлованчик, небольшой в смысле не по размерам, а в смысле по глубине. Это было сантиметров 25, наверное, выкопано, сделана песчаная подушка. Вон целая гора песка за моей спиной, которую мы отсюда потом убрали. Песок был насыпан просто на грунт, возможно, был чем-то провибрирован. И вокруг ребята начали делать дренажную каналу. Дренажную, не дренажную каналу, а дренажную систему. Вся дренажная система, ну, по моим ощущениям, по визуальным таким вот оценкам, вся дренажная система была сделана в одном уровне. То есть, как она должна была работать, для меня было немножко непонятно. И, кстати, дренажная система была сделана на уровне с песчаной подушкой. То есть, на дне котлована не заглублена ниже дна котлована. что я считаю это неправильно, потому что дренажная система должна быть ниже песчаной подушки, для того, чтобы как раз вода из-под песка уходила в дренажную систему и потом удалялась из-под строения. Мы сошлись на том, что, в принципе, мы продолжаем строить. Заказчик заказал у нас проект, полноценный проект. Оказалось, что у него такового не было. Строили ребята по рисункам, приехали, сказали, о, покажи рисунок, мы сейчас тебе по рисунку построим. Это проект дома. Нет, это рисунок дома. С такими мы встречались уже, это неправильно, в первую очередь, это неправильно для заказчика, потому что заказчик не знает, как ему должны построить, из чего должны построить, в каком количестве материал должен быть использован, и какого качества материал должен быть использован. Поэтому не делайте так. Приезжайте к нам, закажите у нас проект, у нас полноценный проект с архитектурным и конструктивным разделом, Где-то около 70-80 листов, в зависимости от размеров, от конфигурации сложности дома. И получите нормальный, вернее, не нормальный, вы получите хороший, полноценный проект, по которому сможете проверять своих строителей, как они устроены. Ну и нас в том числе, если мы устроить будем вам, мы. Я смотрел, у нас товарищи. У нас зрители, у нас зрители. Они потом главное, чтобы не забыли поаплодировать. Нормально все, ребята готовы к работе, они просто меня ждали целый день, бегал по объектам. В итоге была составлена смета, заключен договор еще до Нового года. И мы, какого мая мы заехали сюда? 6-7 мая мы заехали на объект и начали, в принципе, свою деятельность. В итоге, что сделали мы? В первую очередь, там вот, где сейчас лежит песок, там лежала гора, гора грунта, которая была отсюда выкопана. И вы представляете себе, вот граница участка. Вот заборчик. Вон заборчик. И вот та гора грунта, которая была там, ее нужно было как-то отсюда вывести. Как они предполагали вывести это потом, после того, как построили дом, я не знаю. Ну, я про строителей сейчас говорю. По воздуху. Я про строителей сейчас говорю, да. В итоге, в первую очередь, мы вывезли тот грунт. Это было согласовано с заказчиком и по его просьбе. Потому что я думал, он тот грунт оставил для того, чтобы поднять у себя участок. Оказывается, просто его не вывезли вовремя. Мы вывезли полностью тот грунт. Потом мы там поселили на место того грунта, на пустой площадке, мы поселили геоткань. Чтобы потом, ну, чтобы просто наборство песок у нас не перемешался с травой или с каким-то там частичками грунта, которые там остались. И, в принципе, начали в выборку котлована, в выборку грунта. Мы определили нашу глубину котлована, которая нам нужна, для того, чтобы вывести уровень цоколя и уровень чистого пола дома в нужный уровень относительно земли. Ну, и, в принципе, нашли работу именно с котлованом. А где-нибудь все ясно и светло. Там хорошо, но мне туда не надо. Еще такой был момент. Опять же, здесь соседний участок. Соседний участок мы сделали вот такой временный забор, для того, чтобы оградиться, никого не беспокоить. И, соответственно, чтобы нас тоже... Да, кстати, мы уже завезли кое-какой материал на объект. То есть, у нас были завезены доски для опалубки. Вон там лежит куча дренажных труб, которые мы вытащили из котлованы, из дренажной системы, которую здесь делали. И делали ее неправильно. Материал завезен. И сейчас, в принципе, мы делаем разбивку осей дома, крайних осей дома, для того, чтобы мы определили, где у нас находятся коммуникации, где у нас закладные под коммуникации входят в дом под фундаментной плитой. После чего уже начнем, соответственно, прокладывать эти коммуникации и приступать к дальнейшим работам. И заодно мы сейчас проверим, насколько вообще дом... Потому что здесь не было ни осей, никаких ниток натянуто, ничего, кроме ниток забора, больше... Ну, и было вообще для меня непонятно, где находится дом. Котлован мы выкопали чуть-чуть шире по старому котловану. Сейчас мы кинем оси и начнем с этим работать. А что с дренажкой-то в итоге? Делать будем ее? Ну, во-первых, ее дренажку... Ну, смотри, ситуация какая. Здесь, в принципе, где-то 2,5-3 метра, внизу уже начинается песок. Фактически, когда идут дожди, когда тает снег, вода на участке не стоит, со слов заказчика. То есть здесь никаких луж нет, никаких болот нет. Соответственно, в дренажной системе пока большой необходимости я не вижу. И для того, чтобы сделать дренажную систему, нужно еще иметь, куда эту воду из дренажной системы откачивать. Здесь ее откачивать вообще некуда, потому что даже вдоль дороги, вдоль участка нет ни одной дренажной канавы, ничего там нет. То есть фактически воду пришлось бы откачивать на дорогу. Но я думаю, что если весь поселок начнет откачивать воду на дорогу, то здесь будет не дорога, а будет озеро. И вряд ли кому это понравится. Поэтому мы, соответственно, пока дренажку не делаем, посмотрим, как перезимует дом. То есть мы построим дом, у нас задача построить дом. Здесь будет одноэтажный дом. Нет, одноэтажный. Одна часть будет одноэтажная, а вторая часть будет двухэтажная в силе хай-тек точно. На русской до темна кинуть основные четыре оси, проверить диагонали. Завтра ребята уже раскинут оси сами все остальные. Посчитаем, сколько нам нужно, каких труб для закладных. Привезем. Ребята к этому времени подготовят уже траншеи, выкопают. И, соответственно, потом уже можно будет делать гравийную подушку. Гравийную подушку нужно делать здесь обязательно. Учитывая, что внизу где-то там находится, на двухметровой глубине 2,5 метра находится песок. Лучше дно котлована укрепить дополнительно щебнем. И потом уже делать песчаную подушку и все остальные слои. Дом у нас будет вот такая вот красота. О, красивый. Да. С плоской крышей получается. Она получается, да, с плоской крышей в стиле хай-тек. То есть смотрите вообще, в принципе, как выглядят наши проекты. Вы обязательно получаете вот такие вот 3D рисунки, фасады, для того, чтобы вы понимали. Вот он с бассейном. Представляли. Ну, бассейн это условно, здесь его просто негде делать. Чтобы вы понимали, как в будущем будет выглядеть ваш дом. Также у нас указаны размеры, которые нам нужно отступить от границ участка. И, соответственно, по этим параметрам уже начинаем чего-то строить. Обожаю вот такие вот участки и такие компоновки расположения домов на участке. Чтобы вы понимали. Обожаю это в кавычках? Естественно, я забыл. Обожаю, да. Объясню почему. Потому что у нас вот в этой части, вот в этой части участка. У нас здесь 21 метр 2 сантиметра. Дом у нас 15 метров. По крайним точкам. Расстояние, понятно, от забора мы должны отступить 3 метра отсюда, 3 метра оттуда. Мы так и отступаем. У нас получается 3 метра 1 сантиметра отсюда, 3 метра 1 сантиметра отсюда. Как вы видите, материал нам складировать некуда. Куда мы будем это все укладывать, фиг его знает, я пока не понимаю. И вот эти вот, вот такие вот миллиметры ловить до краев участка, на самом деле, это очень опасно. Оставляйте хотя бы сантиметров по 10-15 себе место для каких-то фантазий. И для фантазий ваших будущих соседей, которые сюда приедут и которые смогут вам какие-то претензии предъявить. Ребята, раскидали, забили наши вот эти вот называемые ворота, которые формируют оси дома. Сейчас мы натянем крайние 4 оси, то есть 2 буквенные, 2 цифровые оси. Проверим диагональ, чтобы у нас сходилось. Проверим расстояние между осями, чтобы сходилось. Проверим диагональ, чтобы сходилось. Если у нас все с этим четко, значит мы начинаем закладывать, закладывать закладные под коммуникации. Траншеи у нас уже приблизительно в тех местах, где они будут находиться, эти закладные, они прокопаны. Трубы мы для закладных привезли. Вон стоят красивенькие такие, вообще прямо как будто загорелые только что. Гильзы под коммуникацию мы просто выводим за пределы фундамента. Для того, чтобы потом к ним можно было как-то подсоединиться. И в общем с ними можно было что-то работать. Через какие-то гильзы будут протягиваться электрические кабеля. Через какие-то гильзы будет закладываться водопроводная труба. Ну и соответственно будет уже рабочая канализационная труба, которая будет идти от своего места назначения, выходить также за пределы прийти дома. В принципе оси были натянуты, ну относительно скажем правильно, сейчас объясню почему. Размеры между осями соответствуют тому, что заявлено. Нет, у нас вот на полсантиметра, на 3-4 миллиметра сошла та ось. Видно ребята подгоняли диагональ и немножко уменьшили дом на 4 миллиметра. И после того, как они уменьшили, то есть мы сейчас проверили, все соответствует, диагональ соответствует. Но дом будем расширять на вот эти 4 миллиметра, то есть ось должна быть все-таки на своем месте. Еще обнаружился один такой факт. Они когда диагональ ровняли, на полтора сантиметра сдвинулись к этому забору. То есть у нас там было бы до края дома не 3 метра, 2 метра 98,5 сантиметра. Полтора сантиметра, ребят. Решили эти полтора сантиметра все-таки исправить, не играть в игры. Неизвестно, какой сосед будет в дальнейшем здесь жить. И за полутора сантиметров мне хотелось бы сносить дом и доставлять закачку какие-то неудобства. Именно в плане оформления. Прошу прощения. Сейчас мы делаем закладную под канализационную трубу. То есть мы соединяем трубы между собой, выводим за пределы фундамента. Примерно где-то на полтора-два метра выводим за пределы фундамента. Для этого мы используем трубу для наружных работ. То есть это труба рыжего цвета, она хорошо видна. Ребятки, плюс ко всему мы трубу закладываем в теплоизоляцию. Теплоизоляция здесь нужна в канализационной трубе. Не для того, чтобы там не замерзла вода или то, что там будет находиться. Потому что в канализационной трубе практически вода никогда не стоит. Она под естественным уклоном сливается. И замерзать там в принципе нечему. Мы этот утеплитель делаем для того, чтобы у трубы был какой-то компенсатор давления. То есть грунт, который будет находиться вокруг, осыпаем мы только песком. Все трубы, неважно, какие трубы вы закладываете, под какие закладные кабеля. Снизу должна быть песчаная подушка. Вокруг вы обсыпаете песком, а потом уже выше песка можно укладывать грунт. То есть сейчас мы соединяем трубы. Кстати, трубы между собой мы тоже связываем, скручиваем армированным скотчем. Это нужно для того, чтобы не было случайного проскальзывания трубы под какими-то нагрузками. Если сыграет там фундаментная плита или кто-то будет работать с канализационной трубой вне фундамента, уже вне дома, чтобы не было выскальзывания трубы из соединения. Мы заматываем армированным скотчем и потом, соответственно, еще утеплитель этот тоже заматываем. Повторюсь, утеплитель нам нужен только как компенсатор от сдавливания трубы, чтобы она не треснула, чтобы она не повредилась и выполняла правильно свою функцию. Вернусь к осям. Да, смотрите, мы когда делали оси, когда мы вот монтировали вот эти вот перекладины, очень такой немаловажный момент постараться, то есть перекладины мы вообще монтируем по нивелиру. Мы их выставляем. Для чего это нужно? Для того, чтобы в тех пересечениях, учитывая, что у нас сами перекладины находятся далеко от осей, сделали мы далеко это для того, чтобы они нам не мешали работать, не мешали здесь ходить. Когда вы их делаете на одном уровне, то есть у нас пересечение получается четко одно над другим, да, и очень удобно работать. Потому что когда вот пересечение у вас будет вот на таком расстоянии, хотя бы 2-3 сантиметра будет, уже тяжело поймать правильное пересечение осей. А когда у нас оси все на одном уровне, очень удобно работать с этим. Для перехода, перевода трубы из горизонтального положения в вертикальное положение, мы используем вот таких вот 3 колена под 30. То есть мы используем, да, ешкин, кошкин, ну, я же не хочу просто одевать, чтобы оно потом не мучиться, не вытаскивать. Сейчас кто-то скажет, могли бы вытащить резинку, чтобы показать. Ладно, не будем мы чепхой заниматься. В общем, 3 соединенных колена по 30 градусов нам формируют угол под 90 градусов. Угол получается пологий, не такой, не резкий, то есть здесь ничего не будет застревать. И еще большой плюс вот такого вот соединения, что через такое соединение очень легко протянуть, например, водопроводную трубу ПНДшную, 32-я, даже 50-я сюда заходят вообще без всяких проблем. Электрические кабеля, ну и, соответственно, и в канализационном стойке эта часть будет работать великолепно просто. Также между собой мы обязательно эти уголки скрутим, соединим армированным скотчем и наденем утеплитель, опять же, для компенсации давления грунта извне. Ром, а какой должен должен уклон у канализационной трубы, чтобы нормально все уходило? Вообще канализационная труба сантиметр, полтора сантиметра на метр. Больше делать не нужно. Почему? Потому что в таком случае, если сделать большой уклон, вода стекает быстрее, чем несет за собой нечистоты. И просто-напросто там все из-за этого может засориться. То есть почему-то многие думают, что чем больше уклон, тем это лучше. Но это ошибка. Почему? Потому что, опять же говорю, что вода быстренько стекла, все, что там более такое твердое, более густое. Я понял, Ром. Не обязательно же какашки должны там плавать. Ну, там же может и канализация же идет и из кухни, и из ванной и так далее. Вот. Поэтому оно должно все, вода должна за собой все это протащить. Если оно там застрянет, рано или поздно у вас просто канализация начнет забиваться. Ну и, соответственно, будет с этим определенные проблемы. Поэтому мы стараемся сейчас нивелиром канализационную трубу выставить нивелиром так, чтобы на каждые 2 метра у нас был 2-2,5 сантиметра уклон. И уже оконечность этой трубы, она остается в свободном полете. И когда уже будет устанавливаться септик, будет подключаться к ней. Объект этот только начинается, в принципе, в процессе зарождения и выполнения работ. Поэтому еще ни один ролик вы увидите, ни один репортаж вы увидите с этого объекта, как что будет происходить. Причем здесь материал, по-моему, здесь стены у нас что-то похожее на интересное. Ладно, это мы увидим потом. Пускай будет интрижка небольшая. Ребятки, кстати, у нас есть такой вот вопрос. У нас есть объект, объект, объекты, которые уже, в принципе, достроены прямо с самого нуля и до конца. Вместе с фасадом, с подшивкой карнизов, с водосточной системы. И вот у нас сейчас стоит дилемма, собирать ли этот ролик целиком. То есть делать его прямо от самого начала и до самого конца, как одно целое кино, один целый ролик. Вопрос, было бы вам интересно посмотреть этот ролик? Посмотрели бы его примерно час-час двадцать протяженностью, вот этот ролик? Чтобы вообще видеть целиком, как построен один дом от начала и до конца. Если вы будете это смотреть, если вам это интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. И мы обязательно этот ролик для вас подготовим. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok